Продолжение следует... Есть массовые старты по лыжам, бег массовый есть. Вот день ходьбы, по-моему, мы ещё никогда не отмечали. Напомню, что в марте мы подробно обсуждали проблемы развития массового спорта, продвижения в обществе физической культуры в самом широком её понимании. Чуть ранее акцентировали внимание на темах формирования спортивного резерва и подготовки национальных сборных команд. Однако обеспечить кардинальные позитивные изменения по этим и многим другим актуальным вопросам спортивной сферы возможно только лишь имея качественную современную материально-техническую базу, а также отлаженную систему физкультурных и спортивных мероприятий, чтобы люди, особенно молодёжь, могли бы себя проявить, укрепить своё здоровье, изменить сам образ жизни. Напомню, что количество людей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, к 2020 году у нас должно значительно вырасти и составить не менее 40% населения Российской Федерации. Сегодня этот показатель гораздо ниже, только 27,5%. Да, конечно, эти показатели у нас растут, подросли заметно, но всё-таки пока этого недостаточно. На прошлом заседании мы приняли решение о возрождении комплекса ГТО, развитии некоммерческих физкультурно-спортивных клубов, а также о проведении на территории России мероприятия под эгидой международного движения «Спорт для всех». Сегодня должны выработать следующие шаги. Тем более, что в 2015 году действие Федеральной целевой программы физической культуры и спорта заканчивается. Собственно говоря, в значительной степени мы с вами сегодня и собрались для того, чтобы отметить вот это событие. В 2015 год заканчивается одна программа, и нам нужно с вами выработать соответствующие мероприятия, шаги подготовить для того, чтобы принять новую федеральную целевую программу на ближайшие пять лет, на последующие пять лет. Концепция программы уже утверждена правительством в начале этого года. Определены и её финансовые параметры. Так, для справки могу сказать, что предварительно на ФЦППО до 2020 года запланировано бюджетное ассигнование в размере 73,9 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет, соответствующего периода. Предлагаю сегодня рассмотреть ход работы над этим документом, в том числе уточнить, что планируется в части создания малобюджетных объектов спорта шаговой доступности, необходимость которых мы с вами уже не однажды отмечали. Убеждён, именно на такой инфраструктуре, на местах важно сконцентрировать ресурсы и усилия, усилия государства, муниципалитетов, общественных организаций. При этом замечу, что малобюджетность не должна достигаться за счёт качества. Сократить расходы можно, например, на проектирование, на целом ряде других составляющих. И если посмотреть, специалисты знают, о чём я говорю, это безусловно достижимая задача. И кроме того, важно продумать стимулы для привлечения в эту сферу крупного и среднего бизнеса, который мог бы строить и эксплуатировать подобные объекты, конечно, как социальные объекты прежде всего. Новая программа должна в том числе помочь уменьшить разрыв в уровне обеспеченности спортивными объектами в разных регионах страны. Кстати говоря, от обеспеченности этими объектами зависит и количество занимающихся спортом. Также нам необходимо завершить формирование Всероссийского реестра объектов спорта. Очень важный аспект – развитие спортивной материально-технической базы в образовательных учреждениях, в том числе создание условий для использования инфраструктуры школ. Мы уже говорили, что во многих местах вот эти спортивные объекты школьные, они простаивают. Ну, простаивают не только потому, что учащиеся не занимаются. Мне кажется, что в этом-то мы преуспели, это более или менее налажено. Но можно использовать и пошире эти объекты. Аккуратно, конечно, так, чтобы не было никакого ущерба самим школам, но всё-таки спортивные объекты должны быть задействованы как можно шире. Ещё один принципиальный момент – нехватка регулярных, общедоступных физкультурных и спортивных мероприятий. Вот таких, как сегодня было проведено здесь, в Чебоксарах. Полагаю, следует задуматься над разработкой системы обязательных соревнований, решающих эту задачу на муниципальном, региональном и на федеральном уровне. Найти в этой системе верное место таким соревнованиям, как Всероссийская спартакиада между субъектами федерации, президентские состязания и президентские спортивные игры всех школьников. Все эти вопросы требуют комплексного подхода и принятия соответствующих законодательных решений. Надо обратить внимание и на порядок присвоения массовых спортивных разрядов, которые должны мотивировать людей на занятия спортом. В первую очередь, конечно, молодых людей, подрастающих поколений. Давайте приступим к обсуждению. Пожалуйста, слово Мутко Витальевич. Спасибо, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Сегодня действительно очень важная тема, и я бы хотел отметить, что развитие материальной базы, как вы сказали, Владимир Владимирович, ее доступность, ее простота при наличии встроенной системы спортивно-массовых соревнований, спортивных соревнований и пропаганды здорового образа жизни, они, конечно, являются ключевыми в вопросах вовлеченности наших граждан занятия физической культурой и спорта, и, конечно же, подготовку спортивного резерва, подготовку национальных команд. И я бы хотел отметить, что у правительства Российской Федерации, у Министерства спорта последние годы это было абсолютным приоритетом, ну и, конечно же, это будет приоритетом при разработке и реализации наших программ до 2020 года. В целом, если говорить о развитии материальной базы, о подходах развития материальной базы, я хотел бы отметить, что с 6 по сегодняшний год в стране введено 33 тысячи спортивных сооружений. И, естественно, конечно, здесь мы смогли серьезно нарастить свою материально-техническую базу, естественно, мы сегодня могли увеличить пропускную способность наших всех спортивных сооружений. Так я могу сказать, что обеспеченность плавательными бассейнами сегодня составляет 9,9%, плоскостными спортивными сооружениями 30%, спортивными залами 62%, а в целом мы, значит, сегодня где-то на уровне 38% от пропускной способности норматива находимся. Поэтому темпы, конечно, колоссальные и серьезные, практически в год мы прирастаем в районе 3 тысяч спортивных сооружений. Мы вложили в инфраструктуру спорта, без только инвестиций, в Сочинскую Олимпиаду 156 миллиардов рублей, плюс 137 миллиардов вложили в субъекты Российской Федерации. Поэтому, конечно же, мы видим в каждом регионе, что сегодня, конечно, инфраструктура спорта очень серьезно развивается. И мы будем продолжать эту работу. Естественно, это спортивные объекты. Вот сегодня вы в Чебоксарах видите, на наш взгляд, это не просто сегодня возможность для занятия спорта. Вот это некий такой социальный объект, градообразующий объект. Появление такого объекта, оно улучшает качество жизни, оно создает некую атмосферу такую совершенно другую. У нас, конечно, есть и в этом плане совместная работа практически со всеми регионами. Я бы хотел отметить, что это и создание новых рабочих мест. За эти годы нами введены объекты. Мы привлекли дополнительно где-то 87 тысяч работников, которые нужно было подготовить и направить в эту отрасль. Сегодня где-то в отрасли уже работает 337 тысяч наших специалистов. Поэтому, конечно, строительство спортивной инфраструктуры, она очень важна. И эту работу мы будем продолжать. Владимир Владимирович, у нас 7,5 раз разница между обеспеченностью спортивными сооружениями между регионами нашей страны. Это первая, конечно, проблема, что нам предстоит в ближайшее время выравнивать этот показатель. Это, конечно, очень важные вещи. Второе. Мы хотели бы уже в новой федеральной целевой программе, которую вы сказали, она совершенно, концепция её понятна. На правительстве мы её обсудили, обсудили широкой общественности, как она будет выглядеть. Приоритет будет отдана малобюджетным спортивным сооружениям стоимостью до 100 миллионов рублей. Это сегодня спортивные объекты, которые получат статус такого повторного применения. Мы хотели бы с коллегами Минстроя их зарегистрировать, уйти от этих бесконечных согласований, прохождений экспертизы. Эту работу мы хотели бы, конечно, более ускоренными темпами делать. Также в этой программе получат поддержку создание центров спортивной подготовки практически все 83 субъекта Российской Федерации. Мы за это время смогли сейчас определить базовые опорные виды спорта. Вот здесь мы докладывали, здесь в Чебоксарах, в Республике 12 опорных видов спорта. Вот мы были сегодня в центре лёгкой атлетики. Вот такие центры, значит, будут появляться в каждом регионе страны. В этой программе мы на эти цели планируем направить очень серьёзные ресурсы. Мы будем работать с федерациями, которые должны будут эти приоритетные точки роста нам создавать. Сегодня мы уже таких 44 центра создали. Дальше будет уделено внимание в новой программе завершению развития материально-клинической базы для национальных команд. Вы помните, мы вам докладывали ещё в Парамонова, мы на 2008 год имели 14 видов спорта и имели тренировочные центры, Владимир Владимирович. Сегодня мы уже 38 видов спорта олимпийских закрыли, и они имеют уже центры современные. Отсюда, конечно, и результаты определённые. Но у нас ещё есть дефицит, и где-то нам сегодня количество новых видов спорта в олимпийской программе увеличивается. Нам нужно будет до 2015 года в основном закрыть все 56 олимпийских видов спорта. Такая работа ведётся. Причём упор будет сделан на регионы Дальнего Востока, Восточной Сибири, потому что в последнее время очень много событий и соревнований проходит в тех регионах Азии. Вы знаете, олимпийские игры в Токио в 2020 году. Поэтому, конечно, мы в этом плане будем работать. Также программой предусмотрено будет решение вопросов, завершение, создание материалитической базы наших училищ Олимпийского резерва, учебных заведений, потому что мы имеем 14 вузов, 53 училищ Олимпийского резерва. Они не только образовательные центры, но, конечно же, это и центры подготовки спортивного резерва и формирования сборной страны. Конечно же, в нашей программе нашли отражение подготовка материальной базы к крупным спортивным событиям, которые до 2021 года нам предстоит провести. Мы практически в правительстве решили все вопросы с подготовкой материальной базы спорта и иной инфраструктуры к универсиаде в Красноярске. Вопросы все решены, программа такая принята. Конечно же, мы сегодня имеем программу подготовки к чемпионату мира по футболу, и мы вам 28 октября будем специально докладывать этот вопрос. В целом, мы смогли оптимизировать эту программу, но до 2018 года мы практически ресурсами обеспечены. Мы считаем, что она оптимальная, около 300 инфраструктурных решений нужно будет там принять, построить 12 стадионов, 113 тренировочных полей, 53 гостиницы. Но в целом, мы сегодня сбалансировали этот бюджет в правительстве и обсудили еще раз. И, в общем, 28 октября вам специально доложим полностью эту программу. Конечно, есть еще проекты такие, как чемпионат мира по водным видам спорта. Там тоже материальная база создана, мы будем уникальный объект проводить события, это, конечно, события мирового уровня, и оно пройдет на стадионе, чаши бассейна будет установлены на стадионе футбольном. Поэтому, в целом, говоря о материальной технической базе, мы хотели бы отметить то, что сегодня, несмотря на какие серьезные, я бы сказал, такие прорывные темпы строительства спортивных сооружений, мы, конечно, сегодня по обеспеченности спортивных сооружений отстаем пока от Европы, у нас очень мало доступных сооружений, школьных стадионов, межшкольных стадионов, рекреационных зон. То есть сегодня потребность населения, она очень сильно возросла после Олимпиады, очень популярные зимние виды спорта, футбол, гимнастика, фитнесы различные, экстремальные виды спорта. И, конечно, нам нужно здесь будет отреагировать очень серьезно вместе с регионами. И вот такие проекты, они в программе найдут поддержку. Практически за эти годы нам удалось восстановить всю систему спортивных соревнований. Мы практически ее воссоздали. Сегодня в стране работает около 20 спорта-киад. Мы практически все спорта-киады – учащиеся, молодежи, студентов, сельской молодежи. Сейчас, два года назад, мы восстановили спорта-киады среди инвалидов, и в этом году провели впервые спорта-киады среди наших пенсионеров. Такой союз пенсионеров образовался спортивный, мы начали эту работу. Дальше мы восстановили такие проекты, как сегодня фестиваль национальных видов спорта. Начали проводить различные соревнования в регионах страны. Вы знаете, и Кавказские игры, и Дети Азии. Это то, что сегодня позволяет нам как можно больше вовлекать, комплексно вовлекать различные слои группы населения, возрастные группы. Мы начинаем реализовывать комплекс ГТО. 12 регионов получили такое право, и в этом году мы именно в системе образования начнем реализацию этого проекта. В следующем году все школы, а через год вся страна, мы, в общем-то, перейдем на комплекс ГТО. Я думаю, что мы сможем сегодня сделать все, чтобы спорт был действительно доступен, он был популярен, и, конечно, он приносил бы пользу нашей стране, потому что экономический эффект колоссальный, социальный колоссальный. Поэтому еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли возможность и на форум приехать, и, в общем, послание определенное нам дать, и, конечно, что уделяйте такое внимание спорту. Спасибо, Владимир. Разница между лидерами и теми, кто находится в сложном положении, очень большая. Ну, например, в Калуге это 66% обеспеченность, а в Ингушетии 8,8% обеспеченность. Разница в семь с половиной раз. Понимаете, вот нам нужно делать все для того, чтобы, ну, вам, прежде всего, когда вы строите свои ведомственные планы, получая общее финансирование, нужно выравнивать эту ситуацию по регионам Российской Федерации в целом. Спасибо. Пожалуйста, Ливанов, Дмитрий Викторович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, у нас в системе образования 27,5 миллионов людей, учеников и дошкольников, школьников, студентов. И мы, естественно, понимаем колоссальную ответственность, которая лежит на системе образования за сохранение и приумножение потенциала каждого ребенка, в том числе и постоянное совершенствование, улучшение его физического состояния. К нами ведется работа как по созданию условий для регулярных занятий спортом детей и молодежи и в ходе образовательной деятельности, так и в неурочное время. У нас физическая культура, как обязательный предмет, представлен не только на всех уровнях школьного образования, но и в высшем, и с недавнего времени даже в дошкольном образовании, поскольку многие психологи, педагоги говорят, что именно в дошкольном детстве очень важно заложить основы здоровой жизни, здорового образа жизни и отношения к своему здоровью, то в новом федеральном стандарте дошкольного образования это нашло свое отражение. Он предусматривает обязательное развитие у ребенка крупной мелкой моторики, контроль и управление своими движениями и так далее. Естественно, перед нами сейчас стоит задача обучения педагогов дошкольного образования, переобучения там, где нужно, подготовки нового поколения педагогов, ну и, естественно, оснащение наших детских садов, которые строятся высокими темпами по всей стране, всем, что необходимо для решения этой задачи. В школьной программе обязательным является предмет физическая культура, три урока в неделю с первого по одиннадцатый класс, а новые стандарты образования также предусматривают обязательную внеурочную деятельность, и в том числе физкультурно-оздоровительные и спортивные направленности также сделано все, чтобы обеспечить разнообразные формы для ее реализации. Это кружки, клубы, секции и так далее. Очень важно, чтобы эти три урока физкультуры в неделю были интересными, чтобы они были обеспечены всем необходимым спортивными сооружениями и инвентарем, и чтобы преподаватели, учителя физкультуры были необходимым образом подготовлены и умели использовать современные педагогические методики. У нас больше 80% школьников и студентов участвуют в спортивной деятельности за пределами основной образовательной программы. Ярким примером здесь являются всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» в школьном этапе, в которых принимает участие более 9,5 миллионов школьников. Это 87 с лишним процентов всех школьников нашей страны. На сегодняшний день у нас 96% городских школ имеют спортивные залы, то есть практически все, и мы здесь быстро дойдем на 100%, но в сельских школах ситуация хуже, 78% имеют залы. Именно исходя из этого правительство сейчас реализует проект строительства и создания новых спортивных залов именно в сельских школах. Каждый год мы в рамках этого проекта ремонтируем примерно 1000 спортивных залов в сельских школах и строим свыше 300 открытых спортивных площадок. Считаем крайне важным, чтобы те малобюджетные, экономичные, спортивные сооружения, которые будут создаваться, были привязаны к школе или к нескольким школам, с тем, чтобы они максимально использовались 24 желательные часа в сутки. И специально сейчас создаем правило для того, чтобы школы открывали двери своих спортивных залов, спортивных площадок для жителей тех районов, в которых они находятся. Не закрывали на ключ на субботу и воскресенье, а наоборот открывали двери, чтобы там люди могли заниматься спортом. Мы считаем, что комплекс ГТО, который будет поэтапно вводиться, должен нами использоваться именно как измеритель успешности школы, учителей физкультуры в деле повышения и укрепления здоровья каждого ребёнка. Здесь важны не абсолютные значения достижения, а важна динамика, положительный прогресс в развитии каждого школьника. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Дмитрий Иванович, никак не удаётся, мне кажется, нам всё-таки раскрутить такую тему, как межшкольные соревнования. Они есть у нас, но всё-таки не приобретают необходимого размаха. Соревнования между школами, мне кажется, было бы очень интересно. Объединяет, во-первых. Ребята объединяла бы вокруг своих команд, создавала бы стимулы. Это очень правильное направление. Надо поработать и с руководителями регионов Российской Федерации, чтобы они поддержали самым активным образом. Конечно, это прежде всего самые доступные виды спорта, игровые, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, ещё подобное. Это во многих странах развито и приносит свой эффект, повышает интерес к массовым видам спорта. Эти соревнования есть? Может, мы их мало пропагандируем, показываем? Нужно ширше и глубже, как говорит народник. Пожалуйста, коллеги. Прошу, Валерий Павлович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, безусловно, в регионах, в том числе и в нашей области, уделяется очень большое внимание созданию и обеспечению условий для занятий населением физкультурой и спортом. В нашей области сейчас, по состоянию на 1 января 2014 года, спортом на регулярной основе занимается 27,8%. Это в три с лишним раза больше, чем аналогичный показатель был на 1 января 2006 года. Конечно, это прежде всего строительство спортивных сооружений разного класса, вы совершенно справедливо об этом говорите. Мы сосредоточились на том, что прежде всего создали всепогодную, очень универсальную базу для того, чтобы заниматься физкультурой и спортом всеми категориями. Это комплексные физкультурно-оздоровительные комплексы, которые включают в себя спортивный зал для того, чтобы там можно было проводить тренировки и соревнования по всем игровым видам спорта. Два бассейна спортивные и с такой фигурной чашей с элементами аквапарка, чтобы детей учить плавать. Искусственный лёд, тренажёрные залы, залы занятий аэробикой, залы единоборств, настольный теннис. В некоторых фоках у нас есть и боулинг, и бильярд. Рядом находится искусственное поле футбольное с естественным и искусственным освещением, раздевалки, естественно. Таких фоков мы построили 27 на сегодняшний день. По сути, наша программа находится где-то на уровне двух третей, нам осталось ещё одну треть, и тогда в каждом нашем районном центре появится такой центр культурно-спортивной жизни, потому что там есть ещё кинозал на 80 мест, кафе на 40 мест. Это совершенно переворачивает мировоззрение, очень активно население сразу начинает использовать этот объект. Сейчас, конечно, условия для того, чтобы строить эти фоки, они несколько затруднены, бюджет верстается очень сложно, поэтому мы три года назад ещё применили такую схему государственно-частного партнёрства, и по конституционным соглашениям уже три фока построили, пять запустили в этом году, и построим у нас цикл строительства девять месяцев. Здесь наше сотрудничество с банковскими структурами, с пенсионными фондами заключается в том, что мы формируем земельный участок, отдаём его, естественно, бесплатно, подводим туда все коммуникации, осуществляем благоустройство, передаём бесплатно проект, инвестор строит, и потом мы заключаем соглашение, и в долгую, за семь-десять лет расплачиваемся в виде арендной платы. Мы считаем, что это правильно, потому что нет никаких процентов, никаких банковских таких обременений. Это просто схема, которая выручает нас в данном случае, и мы думаем, что, применяя её, мы можем спокойно где-то в два-три года, в ближайших, завершить программу, вот ту, о которой я говорил. В четыре раза в некоторых посёлках, где построены фоки, уменьшилась преступность среди несовершеннолетних. Всё это даёт колоссальный эффект, и мы считаем, что вот, да, надо строить сегодня плоскостные сооружения, мы, кстати, до 59% обеспеченность довели по плоскостным сооружениям, но, конечно, наши погодные условия, когда мы в зиму через 0-50 раз переходим, они плоскостные сооружения, по многим видам спорта, делают просто неэффективными и нерациональными. Поэтому такие многофункциональные комплексы, типовые, они здорово выручают. Стоят они где-то порядка 450 миллионов рублей, но эффект колоссальный. Обмен информацией, обмен опытом позитивным, положительным, это крайне важная вещь. И, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы те средства, которые мы вкладываем в развитие спорта, спортивной инфраструктуры, они эффективно работали, эффективно работали все сооружения, были загружены постоянно. И, имея в виду региональные особенности, нужно стремиться именно к этому. Но вот известно, сколько средств было вложено в Сочинскую Олимпиаду. И приятно, что в общем и целом нам удается пока держать определенный градус использования. Кстати говоря, еще многое нужно сделать для того, чтобы там все это заработало вообще на 100%, но в целом, вот сейчас видите, и Формула-1 там будет проводиться. Хочу поблагодарить Александра Николаевича за его решение поддержать матч на Перенество мира по шахматам. 7 ноября начнется этот матч, который прикует к себе внимание практически всех любителей шахмат в мире. Это тоже продолжение жизни Сочи как Олимпийского центра. Шахматы – это хорошо, здорово. Мы всегда рады. Это примерно 500 или 1000 гостей приедет на Чемпионат мира по шахматам. Впервые в Сочи и, конечно, в стране. Но кроме этого, Академия тенниса, которая на базе какобежного центра создается, лучшая в России, а может быть даже и в мире. 9 кортов внутри и 12 наружи. Естественно, очень ждем международное соревнование. И не только центр фигурного катания, который вместе с Минспортом мы создали. И тоже это огромная школа. Ну и я скажу, что Олимпийский парк каждый день посещает порядка 20 тысяч человек. И он пользуется большой популярностью. Очень хорошая логистика и транспортная доступность. Инфраструктура. Конечно, формула, которой мы с вами, Иван Ильич, готовились 5 лет. И я помню, сколько было споров, сколько было разговоров, как в Олимпийском парке, Олимпиаде, одновременно, в общем-то, формулу строить. Это, конечно, было сложно технически, в строительном плане. Юрий Югорьевич здесь подтвердит. Но, тем не менее, решение было принято. И получилось, в общем-то, достаточно очень интересное, красивое по своей инфраструктуре, по своим архитурным подходам формула. И поэтому 10-12 октября мы всех ждем. Гран-при Россия, формула-1. Билеты проданы практически все, 55 тысяч, гостиницы все заполнены, мест нет. Это действительно то, о чем мы говорили. Куда у нас? Пост-олимпийское наследие, вот, в действии. Так что милости просим. 20 лет у этого еще осталось. Гостиницы все заняты, но приглашай до гостей. А куда их? Ну и в завершение, пожалуйста, Игнатих Михаил Васильевич, глава Чувашской республики. Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены совета, под всей душой приветствую на Чувашской земле, на Волге, ставшей местом проведения столь значимого спортивного форума, угрожая глубокую признательность президенту России за высокое доверие, оказанное жителям Чувашской республики. Я не буду комментировать, что это такое физическая культура и спорт, просто хочется сказать, что это формирует лучшие качества любого человека, достойного гражданина нашей любимой России. Это как трудолюбие, целеустремленность, мужество, стойкость, воля к победе, командный дух и взаимовыручка. Мы тоже физкультурно-спортивные комплексы строили, за последние годы более 50 уже стало, как в городских округах, так и в сельской местности, привлечено почти 5 миллиардов инвестиций, и практически и люди в возрасте занимаются, и молодые люди. В то же время хочу отметить, спортивные молодые люди в рыночной экономике становятся быстрее и успешнее. Они готовы к самореализации, как личности. Это очень здорово. В то же время хочу сказать, сегодня мы практически малобюджетные объекты строим, строим стадионы, футбольные поля с искусственным покрытием в городах и районах. В текущем году, в соответствии с планом, мы капитально отремонтировали 25 школьных спортзалов, еще 12, участвуя в министерстве образования, будем капитально отремонтировать. И здесь же я хочу сказать, практически 1 миллион средний спортзал в общепроживательной школе, это вообще прекрасный спортивный зал. И практически, когда дети не занимаются, занимаются селяне. В то же время хочу сказать, в городе Чебоксары, где вы побывали, кто-то первый раз, кто-то не первый раз, за последние 3 года капитально отремонтировали 62% дворов, но, кроме ремонта, мы там устанавливаем спортивное оборудование, производитель наш, как бы сказать, предприниматель, турники, брусья, а также современные удобные тренажеры. На свежем воздухе люди всех возрастов занимаются физкультурой, бабушки и дедушки, их дети и внуки, все получают мощный заряд бодрости и хорошего настроения. Тем самым, улучшается социальное самоочисление каждой семьи, каждого человека. Практически за последние годы по программе «Я умею плавать», просто приведу цифры, если в 2005 году у нас только лишь 15% школьников занимались, то по итогам практически 2014 года этот показатель вырастет 4 раза и количество занимающихся уже будет почти 60%. На слайде вы видите. Это очень важный показатель, потому что многие родители хотят пораньше научить ребенка плавать. У таких детей пропадает страх перед водой. Основой создания системы физического воспитания населения должен стать комплекс ГТО. Мы практически участвуем, люди вовлечены, люди зажигают друг друга, и в принципе и школьники, и люди в возрасте, и юноши, и девушки практически попробовали. То есть вот эти значки, которые сегодня сделали, те стандарты, которые приняты, я думаю, мы тоже будем неплохо участвовать в этих мероприятиях. Кроме всего этого, у нас не хватало льда. Конечно, сегодня мы устроим совместно с Минспортом, с Газпромом, с региональным бюджетом выделяем, денег нет, строим, и ведем его во втором квартале следующего года со залом 7 тысяч практически зрителей, ибо у нас, в связи с тем, что нет такого многофункционального центра, люди практически страдают и ездят в соседние регионы. Мне, как главе республики, конечно, стыдно. Поэтому мы исполним. Следующий проект, который мы реализовываем, это зарядка со звездой, сегодня гости побывали, посмотрели вовлеченность наших жителей, горожан, и гости, которые приехали с регионов, тоже поучаствовали, благодарен им. А так, цифру, если привести, систематически занимаются физической культурой и спортом 36% населения республики. Этот показатель растет, и в принципе, подбадривая друг друга, у них улучшается настроение, и могу доложить, ключевым показателем у нас является улучшение качества жизни. За последние три года, после 20-летнего падения отрицательной демографии, мы практически идем в динамике с положительной демографической ситуацией. И практически эти показатели, перспективы у нас будут на них сохраняться. Практически утренняя зарядка сегодня делается во всех общепреждательных школах, учреждениях здравоохранения, социальной сферы, и организации коммерческие подключились, или как организации экономики, тоже этот, как бы сказать, проект у себя внедряю. Поэтому все те задачи, которые поставлены перед нами, мы выполняем как отрасль, спорт. То, что, Владимир Владимирович, вы обозначили, вот это, это считается на самом деле отраслью в нашем обществе, и тем самым показатели, я думаю, и у нас в регионе, и в других регионах будут улучшаться. Все задачи, поставленные президентом России, выполнены, и доложим об итогах. Спасибо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вот глава республики сейчас очень важную вещь отметил, связанную с демографией. 20 лет в республике был демографический спад. 20 лет. И за последние три года подъём, причём стабильный и устойчивый. Конечно, это результат целого комплекса принимаемых нами мер, это и медицина, строительство новых перинатальных центров, это финансовая поддержка в виде материнского капитала и в виде поддержки тех регионов за последние пару лет, которые столкнулись с демографическими трудностями в предыдущие годы, стимулирование рождения третьего ребёнка. Но это не в последнюю очередь и внимание к спорту и физической культуре. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы принимаете участие в этой работе на протяжении многих-многих лет. Представители конкретных видов спорта занимаются этим всю жизнь. Вы своим примером многое сделали, да, и результаты замечательные, личные, командные ваших воспитанников, конечно, впечатляют многие, стимулы создают для занятий спорта у молодых людей, да, и всех возрастов тоже. И спасибо вам за сегодняшнюю работу, имея в виду, что наши результаты сегодняшнего обсуждения будут заложены в программу развития спорта на ближайшую пятилетку. А это, как мы все понимаем, чрезвычайно важные вещи с точки зрения определения приоритетов и целей нашей совместной работы. Имея в виду, конечно, и финансовые возможности бюджета, но и, самое главное, настроя, общего настроя на здоровый образ жизни, на то, чтобы продвигать эти ценности, двигаться к более высоким результатам. У нас для этого есть все возможности. Спасибо большое. субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok